Друзья, добрый день! Очень рада всех видеть. Как у нас с видео и со звуком? Если всё в порядке, будем начинать. Отлично, отлично, спасибо. Ну что, друзья, сегодня почти что предновогодний день. Мне очень приятно, что мы встретились. И несмотря на праздники, несмотря на какие-то подготовительные мероприятия, мы продолжаем думать про наши диссертации. Это классно. И моя задача сегодня вам помочь справиться с ещё одним моментом, если у кого-то он возникает. А, кстати, возникает ли он? Давайте выберем это среди ответов наших. Для кого участников это актуально, а для кого не очень. А кто из присутствующих у нас подвержен этому синдрому? Кто мечтает о своей идеальной диссертации? И Денис Владимирович сразу признаётся, что да, у него это есть. Друзья, включитесь в чат. Напишите, пожалуйста, кому актуально то, что на слайде тут представлено. У кого желание соответствует этому? А кому нет? Актуально, актуально, отлично. Есть такое. Здорово. Здорово. То есть мы не случайно, в общем-то, здесь сегодня собрались, да? Это замечательно. А как же мы с вами с этой темой поступим? Разберём несколько моментов. Во-первых, что это за синдром такой, почему он вдруг нам мешает и как его распознать по себе? Вообще, есть он у нас или нет, или, может быть, вы так преувеличиваетесь сильно? Второй момент, что, если у нас этот синдром есть, что нам мешает вообще писать текст? Почему мы вдруг... То есть особенность этого синдрома одна из состоит в том, что мы очень долго всё делаем, потому что нам надо делать хорошо. И вот что именно нам мешает, мы с этим разберёмся. Ну и, конечно, как всегда, мало того, что мы должны узнать себя, да, и свои какие-то особенности, ограничивающие установки, но нам надо ещё понять, что с этим делать. Понятное дело, что мы должны что-то как-то справляться с этой ситуацией, иначе процесс будет, может быть, и классным, но медленным. И вообще-то я вам настоятельно рекомендую спешить по нескольким причинам, прежде чем рассказывать сегодняшнюю тему, парочку расскажу. Первая причина, сегодня буквально сделала об этом пост. Я уже говорила в нашем первом самом вебинаре в этом году, когда мы встречались, что будет меняться номенклатура специальностей. И вот уже есть конкретика по этому поводу, что да, это действительно будет происходить, и, соответственно, те специальности, которые мы сейчас с вами наблюдаем, мы на них ориентируемся и так далее, они могут быть изменены, и поэтому для нас это будет достаточно непростая ситуация, с которой тоже нужно будет справиться, может быть, даже потом будем встречаться и на эту тему. Причем это решение будет принято уже в середине 2020 года, это уже обозначенная дата, поэтому, что называется, у кого процесс такой, можно сказать, на финише, вот прямо, друзья, ускоряйтесь. И второй момент, вот как раз для любителей все сделать хорошо и классно, у нас для этого есть Татьяна Телегина, которая как раз вот, Павел Юрьевич сказал про курс, мы прямо вот до нашего включения общались, и я говорю, ну, наконец-то мы этот курс дождались, потому что, естественно, я не рассказываю так подробно о всех вот этих вот мелких, кажется, детальках, которые для человека, который перфекционист, которому нужно сделать все хорошо, важны, и вот у вас есть возможность сходить на этот курс и хотя бы точки запятые и все, что требуется с точки зрения оформления сделать идеально, да, и хотя бы в этом смысле снять напряжение с себя. Что касается этого состояния, которое мы хотели сегодня с вами посмотреть, что-то у меня название слайда как будто потекло, как будто бы не Новый год, а как будто бы Хэллоуин, я не знаю, как вы видите название слайда, но у меня такое вот, М растеклась немножко, конечно, не знаю, что это, но ладно. Значит, чем озадачен вот этот молодой человек, оболядительный, который у нас на слайде? Он, видимо, вот в этом состоянии как раз и находится, в состоянии отличника. Давайте его попытаемся понять, это состояние, и у себя его немножечко посмотреть. Значит, во-первых, когда человек сам про себя это знает, нормально, да, слайды видите? Отлично, потому что у меня такие хэллоуинские слайды почему-то. Хорошо, что у вас все хорошо. Значит, первое, это, естественно, завышенные требования. То есть вообще это состояние возникает тогда, когда человек хочет даже больше того, чем нужно, и он к себе предъявляет вот эту высокую планку, и, соответственно, он ею как бы себя измеряет, соответствует он ей или нет. И если это та, эта планка высока, даже выше, чем требуется, и если это не так, то человек испытывает неудовлетворение, он недоволен собой. Второй момент, причем это происходит не только по отношению к себе, но и по отношению к другим людям, но в нашей теме для нас принципиально, что это происходит по отношению к нам самим, то есть какое-то неудовлетворенное состояние все время нас сопровождает, потому что требования мы задрали для себя очень высоко. Второй момент. Кто такой отличник? Отличник. Кто такой? Ну, я сама такая, да? Не случайно эта тема, видимо, у меня вообще в голову пришла. Ну, во-первых, я просто вижу с людьми, с которыми я общаюсь, кого я сопровождаю при подготовке, диссертации, что это достаточно частое явление, но кроме того, сама через это прохожу, что вот когда человек такой вот отличник-отличник, он к этому привыкает, ему хочется быть, чтобы его хвалили, чтобы он делал все классно, настолько классно, чтобы он не только сам получил какое-то от этого удовольствие, но еще обязательно, чтобы его кто-то похвалил, сказал, какой ты молодец, так как ты делаешь, вообще никто не делает на всей планете, да, и вот что-то в этом духе. Ну и, естественно, если мы говорим прям про синдром, то есть когда у человека вот прям сложно ему с этим состоянием, это состояние, при котором человеку очень сложно дать себе возможность ошибаться. В нашем случае это возможность писать, например, не идеальный черновик, возможность, например, не сразу придумать навезу. То есть сделать что-то, или, допустим, я часто говорю о том, что когда вы пишете диссертацию, старайтесь продвигаться даже искусственно, и рассказываю всякие смешные вещи, типа начните заниматься оформлением, создайте файл с названием диссертации, обнесите туда там титульный лист, делайте, начните туда наполнять список литературы и прочее, да, и многим кажется, что это такая ерунда вообще, о чем речь. Зачем я это буду делать? Это пустая трата времени. И вот здесь человек упускает возможность продвигаться маленькими шажками, потому что недооценивает какие-то моменты, а в каких-то моментах считает, что ошибаться нельзя, нужно сразу все делать хорошо. Но, к сожалению, так редко когда получается, особенно в ситуации, когда человек пишет диссертацию, например, кандидатскую, и делает это, естественно, первый раз. Вот когда вы уже пишете докторскую, там уже несколько попроще, вы уже проходили ситуацию эту однажды, она для вас более понятна, уже более понятно, как работать с текстом и так далее. Но, тем не менее, мы должны немножечко, ну, если вы это в себе замечаете, то мы должны отметить, что это очень сильно мешает на пути, вот это вот запрет себе на то, чтобы хотя бы в какой-то момент делать не на пять. Откуда это все берется? Почему вдруг обладатели этого синдрома? Ну, естественно, многие особенности наши, они возникают в детстве. На самом деле этот синдром нам очень классно прививает школа. Почему? Потому что нам в школе ставятся оценки. И когда нам ставится оценка, она, ну, типа, ставится нам за контрольную, там, за самостоятельную. Но как-то так у нас устроено в школе, я не только свое мнение сейчас выражаю, что когда оценка ставится ребенку, она ставится как будто бы не за работу, да, не за его деятельность, а как будто бы она ставится ему, самому. То есть как будто бы этой оценкой померили этого человека. И у него начинает формироваться вот это состояние, что если я сделал ошибку, мне поставили два, я плохой. А если я там все-все-все хорошо выучил, там, пришел, написал контрольную на пять, то я молодец. И учитывая, что ребенок – это маленькое создание, он еще не может как бы разделить эти вещи, как-то их правильно интерпретировать, он начинает с этим багажом жить, и он переходит вот с этим ощущением во взрослую жизнь. И таким людям очень сложно вообще по жизни двигаться, потому что мы навсегда так или иначе сталкиваемся с каким-то процессом оценивания, будь то у нас работодатель оценивает, или там, я не знаю, партнер оценивает, с которым мы выстраиваем отношения. То есть мы постоянно находимся в этой ситуации, но вот начало, которое было заложено еще в детстве, чаще всего именно в школе, ну, у кого-то в семье, кого-то, например, родители, может быть, ругали за оценки, или там какие-то характеристики раздавали после того, как видели, какой результат ребенок принес из школы и так далее. То есть здесь надо вот немножко понять, что это вытащим чуть-чуть прошлое вот сюда в настоящий момент, и, в общем, имеет смысл попрощаться, потому что этот груз достаточно тяжел. Какие признаки есть у такого человека? И это реально, это не просто вот какая-то ситуация, какая-то тема взятая, что называется, с потолка. Это прям достаточно большое количество людей испытывают очень серьезные трудности про подготовки и диссертации. Почему? Потому что они гиперответственны. И что происходит с таким человеком? Во-первых, он невероятно ответственно относится к каждому шагу, который он делает при подготовке и диссертации. Вот буквально завершился мой курс технологии о подготовке и успешной диссертации. Мы говорили там о том, какие шаги нужно проделать, и человек каждый шаг пытается сделать максимально правильно, максимально полно, максимально, я не знаю, там вот как будто это последнее вообще, то есть как будто ему второго шанса уже никто не даст даже пройти вот этот шаг. Таким образом, сам вот этот процесс подготовки, диссертации, раз он кажется человеку таким прям вау, как вот глиба какая-то, то есть вот с некоторыми людьми начинаешь говорить, и они прям говорят, ой, так написать диссертацию, это невероятно вообще сложная задача. А другого человека встречаешь, и он об этой же диссертации рассуждает совершенно иначе. Более того, раз у человека есть такое качество, гиперответственность, то же естественно наши работодатели, они не слепые, они видят это качество, они понимают, о, так этого человека надо вообще-то загрузить, он же гиперответственный, он же сделает всё. И что получается, что у этого человека, мало того, что как бы ответственность сверхмеры за каждый шаг при подготовке своей научной работы, так его ещё и загружают на рабочем месте. Он часто не способен сказать, нет, я там не могу это сделать или не буду это сделать, по нескольким причинам. Во-первых, в принципе, нет, сложно говорить. Во-вторых, он считает, что он должен. Кроме того, он может рассматривать даже это как вариант, показать, что он молодец, что он со всем может справиться, но при этом наваливает на себя очень большой объём обязательств, вот этой ответственности, которая просто давит на человека, и ему приходится идти вот с таким грузом. Вторая, безусловная особенность, это вообще, собственно говоря, про это и речь, это перфекционизм. То есть человек считает, он просто в этом убеждён, что идеал не просто существует, что к нему обязательно нужно стремиться, прямо вот обязательно нужно к нему стремиться, и, опять же, это нужно делать сразу же, даже если я ещё ничему не научился на этом пути. И пока я не сделаю вот что самое неприятное, почему бывает, что люди пишут кандидатскую, например, по 5 лет, по 7 лет пишут работу. Почему? Потому что они считают, что пока вот этот кусочек, первую главу или первый параграф, пока он не написан идеально, пока вот он не написан как надо, дальше двигаться нельзя. Вот такая установка. Она, естественно, ограничивающая, она, естественно, препятствует движению. Более того, она не позволяет человеку рассмотреть другие технологии подготовки работы. Опять же, на курсе мы говорили о том, что это не единственная вообще возможность писать последовательно работу, а человек воспринимает это именно так. Почему? А потому что ему когда-то так сказали, что нужно писать именно так, и без этого никак ты не продвинешься. Поэтому вот здесь вот гибкости такой фактически нет. Очень жёсткая позиция по отношению к себе и к тому материалу, с которым человек работает. при этом у таких людей, они такие, знаете, очень ранимые, да, они очень так не слишком-то уверены в себе, и они очень зависят от другого мнения, от мнения других людей. И когда, например, вокруг, то есть человек пишет, пишет, пишет работу, да, ему кажется, что он вот, ну, почти уже тут идеально написал, и вдруг у коллеги начинают там говорить какие-то вещи из серии, что, слушай, диссертация, это там совершенно для особенных людей, у тебя, наверное, не получится, и вообще там как-то ты медленно пишешь, и ты там мало выступлений, мало публикаций, вот уже там прошло два года, а у тебя там публикаций нет. То есть они начинают давить на больное, что называется, да, и у человека прям как фонтаном бьёт неуверенность в себе, и она прям захватывает и владеет этим человеком. То есть вы, когда начинаете говорить с таким человеком, вот у меня бывают индивидуальные консультации, как многие участники шутят надо мной, что я работаю как психолог. Это действительно так, потому что иногда у человека возникает такая неуверенность, что я понимаю, что решать его настоящую проблему, которая есть в тексте диссертации, неважно, какая она эта проблема, это бесполезно до тех пор, пока мы не получим ситуацию уверенности в себе. Поэтому вот это состояние в себе, как только вы его почувствовали, что у вас какое-то такое метание, а получится ли у меня, а вдруг у меня не получится, а вот такие вот, и особенно, когда вы остро начинаете реагировать, на то, что вам говорят вокруг, то есть вы себе верите меньше, чем мнению других людей. Вот это очень такой важный сигнал, что ага, у меня симптомчик-то этот есть, он не начинает потихонечку меня останавливать. Наша задача вообще, я тоже постоянно об этом говорю, для того, чтобы диссертация ваша написалась не то чтобы быстро, а эффективно, то есть чтобы вы двигались, затрачивая мало ресурсов, получая хороший результат при этом, да, то есть оптимизацию какую-то делать. Это возможно только тогда, когда мы в себя верим. Мы идем, мы идем, мы идем, мы идем, поддерживаем ритм. Нам что-то сказали, но это же другой человек, он имеет право на свое мнение. А у вас по поводу себя свое мнение. Следующий момент. Нерешительность и необходимость одобрения со стороны. Это немножко другая ситуация. Это не то чтобы неуверенность в себе, это неуверенность в том, что я делаю. То есть человек, например, написал, это даже вот по письмам или по какому-то общению с человеком, сразу же понятно. Когда, например, человек сформулировал, мне навезу из своей работы выслал, и написал, что ой, да я думаю, что там вообще-то ерунда, это такой прям черновик-черновик, прям вот неудобно вам даже это отправлять. То есть понятно, что у человека, у автора диссертации есть настолько высокий уровень, то есть прям в тексте понятно, что ну скажите, что у меня все хорошо. То есть вот прям мольба о поддержке. И очень часто, почему таким людям сложно двигаться, ну это я, не являясь научным руководителем, могу там поддержать, дать какой-то психологический совет или как-то более мягко, что-то какие-то акценты расставить и так далее. Научный руководитель, которому нужен результат, который хочет вас довести до этого результата, не всегда может найти время или может быть желание, или может быть просто сам не обладает такими чертами для того, чтобы вот эту решительность вас поселить. И вы, например, отправляете текст на проверку, а там много-много всяких пометок. И это не так, и это не так, и это не так. И вместо того, чтобы это воспринять как помощь, человек проверил и дал вам советы, рекомендации какие-то. У человека, обладающего синдромом отличника, начинается не то, что паника, а может еще кому-то дать почитать, а что вот скажут вот эти, да. То есть вот эта поддержка, которая извне идет, она очень важна. И эти люди очень часто, практически по каждому вопросу советуются с научным руководителем. Если вам повезло, и научный руководитель с вами на волне, то есть он готов с вами в таком режиме, как вам надо, где-то вас поддержать, где-то проверить, где-то вот это одобрение отдать, это прекрасно. А если научный руководитель, вы не совпали по темпераменту, по готовности и так далее, готовности, я имею в виду, двигаться вот в каком-то ритме, то понятно, что вам будет очень трудно, потому что вы этого одобрения получать не будете, вы просто будете получать какой-то ответ. Поэтому с этой ситуацией нужно, конечно, поработать. И самое важное, это неготовность воспринимать критику. Рискнуть, здесь вот на слайде, это, знаете, когда вы, например, не знаете какой-то метод или тему вы еще пока не очень поняли, но вы готовы пойти и это делать. И вас это не останавливает, что вот пока у вас нет какого-то понимания или вы еще чем-то не владеете для проведения своего исследования. Это первый момент. А второй момент – это умение воспринимать критику. Учитывая, что человек хочет всегда быть хорошим, лучшим, первым, пятерочником, как угодно назовите, ему очень сложно слышать, когда ему что-то говорят, что он сделал не так или еще что-то. Это откликается, возможно, какими-то школьными воспоминаниями или еще чем-то. Но здесь, друзья, смотрите, в чем особенность. Дело все в том, что процесс подготовки диссертации, он как бы состоит из двух частей, если вот так глобально подойти к этому процессу. Первый процесс – это когда вы сам с собой пишете текст, проводите исследования, готовите публикации, в общем, делаете все подготовительные работы к тому, чтобы у вас все необходимое для защиты было готово. Вы это делаете сам с собой и при помощи научного руководителя, при поддержке научного руководителя. Вы с ним в одной лодке, и даже если он вас критикует там или что-то, дает какие-то советы, но вы как-то понимаете, что надо, он делает это для того, чтобы у вас работа стала лучше, потому что ему тоже хочется, чтобы вы защитились и так далее. Но после того, как у вас все готово, наступает второй момент, некий внешний момент, когда вы отдаете все подготовленные материалы на рецензирование, на исследование экспертов. И эксперты, которые смотрят на ваши материалы, они редко когда, что называется, прямо аплодируют вам и говорят, ой, ну это вообще божественная работа, как вам удалось такую работу написать. Роль экспертов в этом процессе такова, что они тоже должны увидеть какие-то недоработки, недоделки и так далее. И поэтому критику или какие-то замечания, да, это может быть в разном формате, мы в любом случае будем получать, как только мы перейдем на второй этап. Вот он прям будет пронизан полностью вот этим процессом, потому что вы постоянно будете кому-то эту работу показывать. Сначала на месте подготовки рецензентам, потом в диссертационном совете экспертом, потом члены диссертационного совета и те, кто будут давать вам отзывы, официальные оппоненты и так далее, да, потом вас будут проверять. То есть это просто другой этап. Всё, вы уже не сами с собой, вы уже вовлечены вот в этот процесс. И это просто для себя нужно знать и не делать из этого трагедию. То есть это просто такой этап, к нему нужно готовиться, безусловно. Это вот кто такой отличник, это вот кто такой человек, который этим симптомом владает. Кто себя узнал? Кто себя узнал? Вот у вас что больше всего вас тревожит? Вот из этого. Нерешительность, необходимость поддержки или там какая-то вот неготовность двигаться или ещё что-то. Вы можете даже сейчас в чате не писать, вы для себя просто определяете, да, то есть чтобы мы прямо сейчас уже немножко так проработали этот момент. Теперь вторая ситуация возникает. Вот этот отличник, он не просто такой отличник, он, естественно, он и хочет работу, чтобы она была суперработа, чтобы это была не просто диссертация, а супердиссертация. Что такое идеальная диссертация, как она представляется в основном людям? Значит, я, безусловно, общаясь с большим количеством людей, которые готовят диссертацию, периодически задаю этот вопрос. Ну, тогда, когда он актуален, когда человек высказывает такое мнение, что там не нужна идеальная диссертация. Я спрашиваю, а что, по-вашему, это такое? И вот некоторые варианты наиболее часто встречающихся ответов я вам представила. Значит, многие говорят о том, что они хотят, прям так и называют её, солидную работу. Когда я начинаю уточнять, что такое солидная работа, это большая по объёму работа, которая выполнена по всем требованиям. Давайте сразу разберёмся, идеальная ли эта диссертация. То есть, понятно, что, в принципе, Виктория Александровна, это вопрос в смысле такая работа будет идеальной? Или что? Конкретизируйте, пожалуйста. Так бывает? Бывает. Так бывает. Сейчас дойдём до этого. Смотрите. То есть, многие люди считают, что если у меня диссертация будет на 120 страницах, кандидатская, например, или докторская будет в одном томе написана, то, ну, это как-то чуть-чуть за диссертация, такая, это ерунда. То есть, моя диссертация должна быть большой, солидной работой. И солидность воспринимается, как её размер. То есть, вот что она должна быть огромной. И тоже встречаю такие ситуации, когда человек приходит писать кандидатскую диссертацию и планирует её изложить на 300 страницах. Вопрос, для чего? То есть, нет, можно написать, никто не против. Ну, во-первых, нет такого требования у ВАГ. То есть, во-первых, ВАГ не регламентирует конкретный объём работы. Во-вторых, нет такой связи, что если у вас работа 300 страниц, а у соседа или следующего, защищающегося за вами, 130 страниц, значит, его работа хуже, чем ваша, или ваша солиднее, чем его, или как угодно. То есть, вот этой связки нет. Это исключительно восприятие самого человека. Работа, безусловно, измеряется не объёмом, хотя, если объём недостаточный, это не очень хорошо. Безусловно, мы говорим о новизне. И тогда многие отвечают иначе, и говорят, ну, это работа, в которой много научной новизны. То есть, когда пунктов новизны, то есть, тогда измеряется, как бы, крутость, идеальность этой работы не объёмом, не то, что она большая, а то, что в ней новизны много. И что значит много? Но сразу хочу сказать, что в разных специальностях по-разному. И вообще говоря, мы не можем сказать, встретив в кандидатской диссертации, например, 10 пунктов научной новизны, сказать, что, ой, как это много. Надо сначала посмотреть, какая это специальность. Например, если это юриспруденция, то это фактически стандартное количество пунктов новизны. 8-10 пунктов в кандидатской диссертации для них считается нормальным абсолютно явлением. Да, безусловно, если мы возьмём работу по педагогике, по экономике, по технике, по медицине и так далее, там 3-4. Да, немного, немного. В педагогике и 2 главы будет, в отличие от других работ, где там 3 или 4 главы в кандидатской может быть. То есть, что такое работа с большим количеством новизны? На самом деле тоже это не пунктами измеряется. Это измеряется качеством этой новизны. А для того, чтобы качество этой новизны было классное, чтобы сразу было понятно, ничего себе тут автор наворотил, и вот это он тут сделал. Тут ещё очень важный момент возникает. Момент возникает в том, чтобы подать эту научную новизну. В прошлом году, по-моему, у нас был вебинар на эту тему, как подать научную новизну. И в курсе я, безусловно, об этом рассказываю. Как сформулировать положение новизны таким образом, чтобы любой эксперт, любой рецензент, любой читатель просто вашей работы почувствовал весомость этих положений, даже если их там 4 или там 3 или 5, чтобы они были солидными. То есть, опять же, солидными с точки зрения значимыми для науки, не просто красивыми, а именно значимыми для науки или для практики. Поэтому тоже не количество критерий, а именно глубина вот этой научной новизны. А третий момент, ну, естественно, если человек обладатель синдрома отличника, то он, конечно, хочет, чтобы его работу похвалили. То есть, чтобы любой, кто ее начинает читать, говорил, что вау, это вообще нечто невероятное. Друзья, такое может быть. Такое может быть. И опять же, на курсе и на вебинарах я регулярно говорю о том, что, чтобы понять, как оценивают вашу работу научное сообщество, старайтесь с ней выступать. Это очень полезно. Это тренировка для вас. Это понимание того, насколько тема воспринимается научным сообществом, как обладающая новизной, как там актуальная и так далее. То есть, вы не можете узнать, высоко она оценивается или нет, когда вы ее просто отдали на экспертизу, что называется, сейчас только об этом говорила, задача эксперта или, например, официального оппонента или, например, ведущей организации в отзыве не только вашу работу оценить, но там и увидеть недостатки в обязательном порядке, потому что отзыв без недостатков будет считаться недействительным. Поэтому, что называется, восхищение, там, я не знаю, вашей работы, можно поймать или получить вот на публичных выступлениях. Поэтому, если вам это нравится, хочется, и вы чувствуете, что ваша работа хороша, чаще выступайте. Следующий момент. Но безусловно приятно, когда хвалят не просто работу, а хвалят тебя, как автора, что ты использовал какие-то невероятные методы, применил к этой теме, что придумал какую-то невероятную, доказал, обосновал какую-то невероятную новизну, что у работы потрясающая практическая значимость, и как вам, как автору, удалось сделать так, что работа еще не защищена, а у вас уже, не знаю, 5 актов внедрения, например. То есть это все приятно, это все хорошо, но это никакого отношения к успешной защите и по большому счету не имеет. Почему? Потому что ВАГ, принимая решение, он не будет измерять вот эту характеристику, вас сколько раз похвалили, сколько раз вами восхитились. Поэтому это приятно, но на этом не нужно зацикливаться. Но многие считают, что успешная диссертация, защищенная диссертация, это и есть тот идеал, к которому человек стремится. То есть нужна такая диссертация, то есть должна быть написана такая диссертация, которую можно ярко защитить и быть уверенным в том, что она вообще защищаемая. Но, пожалуй, с этим пунктом я соглашусь в большей степени, потому что защищаемость диссертации и вообще успешная защита – это, безусловно, важнейший компонент, потому что написать работу можно прекрасную, и важно её ещё защитить. Буквально, вот у нас недавно была встреча, и я рассказывала свои воспоминания о том, как я была на экспертизе одной из диссертаций, она проходила на месте подготовки работы. Автор работы прекрасно выступал, он владел темой, у него очень интересные разработки были. В общем, было понятно, что человек – звезда, работа прекрасная и так далее. И после этого этапа он поехал в диссертационный совет, они подали работу с научным руководителем, им назначили процедуру предзащиты. Естественно, после проведения экспертизы он приехал на предзащиту. Я приезжала в этот момент к своей коллеге, ну и меня попросили, зайди, посмотри, пожалуйста, как там наш мальчик, ну он не мальчик, он уж такой взрослый мужчина, как он выступит. Вот было такое ощущение, что человека просто подменили. Вот как будто бы это вообще пришел другой человек. Да, там сидели другие люди. Там, где он писал диссертацию в той организации, конечно, люди были знакомы, конечно, люди больше были настроены на какой-то позитив, на какое-то восприятие и так далее. А когда происходила предзащита, люди были настроены понять, он вообще готов отвечать на вопросы, готов там любой фрагмент своей темы как-то прокомментировать или там обосновать, или доказать, или еще что-то. На это все было страшно смотреть, потому что человек растерялся. Он, видимо, подумал, что у него все классно, может быть, недостаточно подготовился, может быть, он не ожидал такого напора, может быть, он не ожидал, что в этот раз вопросы будут задаваться жестче, люди будут выступать более жестко. И мне просто было жаль на него смотреть, просто охота была его как-то защитить в этой ситуации, но не представлялось это невозможным. В итоге они не поехали в этот совет, и насколько я знаю, может быть, сейчас ситуация изменилась, в то время он не защитился. Поэтому, конечно, вот защита, то есть понимание того, что написать диссертацию, этого недостаточно, ее еще нужно защитить, да, вот это более правильное направление, что мы какой-то такой путь полный представляем. Поэтому несложно сказать, что из этого больше отражает идеальность, но, видимо, у каждого она своя, как и понятно, раз мы все люди разные. Но стремление ко всему этому очень затрудняет путь, потому что это не то, что от вас ждут. Не надо огромного объема, не надо там 20 пунктов новизны, не обязательно, чтобы вас хвалили на каждом шагу, даже если вас поругают, но вы потом успешно защититесь, все замечательно. Поэтому, как только вот это для себя опять же в голове, чувствуете, что вот эта картинка у вас начинает возникать по поводу идеальной диссертации, старайтесь себя немножечко остановить, охладить вот этот вот жар, который возникает по поводу того, чтобы сделать именно идеальную какую-то прекрасную диссертацию. Я иногда, когда разговариваю с аспирантами, особенно с аспирантами, у меня возникает первоначальное впечатление, как будто люди думают, что диссертация – это примерно работа на Нобелевскую премию, ну не меньше, то есть это должно быть нечто-нечто. Ну нет, друзья, на самом деле, ну почитайте положение о присуждении ученых степеней. Я не хочу обесценивать диссертационные работы, это серьезные работы, которые требуют времени, проведения исследований, изучения литературы и так далее. Но если мы говорим особенно про кандидатскую диссертацию, никаких сверхдостижений от вас никто не требует. Там реально все достаточно доступно, достаточно технологично, действуй поэтапно, делай все как требуется, вот да, на уровне достаточном, не сверх, а достаточном, и все получится. Что же нам важно понимать про себя, что именно мне мешает двигаться при подготовке диссертации, или если вы уже ее написали, к защите. Я знаю людей, вот у меня был такой участник на моей программе авторской, у которого он пришел на программу практически с готовой диссертацией. То есть он пришел для того, чтобы мы ее как бы доделали, чтобы мы ее сделали ярче, сильнее и все. И вот ему уже нужно было выходить. Когда программа закончилась, он выходил на вот это предварительное обсуждение в организации, где готовилась диссертация. И у человека есть документ о том, что это обсуждение пройдено, и его работа рекомендована для защиты. Это было полгода назад. Человек еще не пошел в диссертационный совет. То есть вот это правда, вот так вот прям. Это вот реально так жестко может быть. Я задаю вопрос, почему? Пока, говорит, не надумал. Понимаете? Как не надумал? Уже полгода прошло, цифры меняются, а вдруг кто-то пишет на эту же тему. А так мы же уже выпадаем из этой темы, мы не настолько классно ею владеем, а ее же нужно еще защитить. Поэтому вот сигналы эти чувствуем про себя, вспоминаем наш вебинар и начинаем себя немножечко как бы мотивировать, вытаскивать из этого состояния. Что у нас вот этих самых отличников ограничивают в движении их цели? Первое – это совершенно неправильная система восприятия своей деятельности. То есть у нас есть некая бинарная система. Если я сделал хорошо, то я молодец, у меня пятерка. Если мне поставили четыре, ну условно говоря, то есть мне какие-то замечания там кто-то сказал или там научный руководитель сказал, что я вообще-то другого ожидал. То он просто одну фразу сказал, я вообще-то другого ожидал. А у человека все, он в ноль прям ушел. То есть он вообще обесценил все, что он делал. Он говорит, это ерунда, это все нужно выбросить в мусорное ведро. Не надо так. Вот вы стараетесь оценить свое продвижение. Почему я все время, когда приходят люди на сопровождение или на консультацию, мы все время начинаем с того, что обрисуйте себе свой путь, выстроите и составьте план. Вот, например, на курсе, я буквально вчера проверяла последние домашние работы, поступившие, люди составляют план движения, то есть результатом их прохождения курса является план, в котором включены все виды деятельности, и они распределены на весь путь. То есть человеку все понятно. И в такой момент, когда вы движетесь по такому плану, у вас есть всегда возможность обернуться и посмотреть, ничего себе, так я уже вон сколько сделал. Ну да, на этом этапе что-то у меня как-то не очень. Но я все это проделал, я молодец. И вот эта система оценивания «всё или ничего», она потихонечку будет смягчаться. Ну когда-то вы себе поставите не ноль, а троечку. А потом вы все-таки начнете для себя понимать, что ну нет, ну это нормально, так бывает. Что вот обесценивать свой труд, свои результаты, свой пройденный путь, то, что вы проделали, нельзя. И самое главное, нельзя подыгрывать окружающим, которые, например, начинают говорить, ой, так ты всё ещё не защитился. Ах, так ну, в общем, мы так и знали. Вот вообще у кого-нибудь такое бывает, что, ответьте мне, пожалуйста, в чате, что вот к этому состоянию, обесценивание своего пути, вас окружение направляет. То есть, когда вот что-нибудь такое вот как скажут, и прямо думаешь, ну да, что-то я как-то не очень. Второй момент. Мы с вами вообще, в принципе, так устроены, что у нас есть в голове некий образ или идеал того, как мы что-то будем делать. И мы вообще, у нас там целый набор идеалов, и мы с этими идеалами носимся всю жизнь и измеряем то или другое. Мы прикладываем вот это идеал. Отправляетесь вы в путешествие, вы себе представляете, какое будет море, какая будет там температура, какой будет отель и так далее. То есть, вы в голове себе уже всё придумывали, даже фотографии, например, в интернете посмотрели, да. Приезжаете, заходите, а там вот не так, всё. Там может быть чуть-чуть не так, а у вас уже всё разрушилось. Или вы, например, представляли себе, тоже встречаясь с этим неоднократно, человек представлял себе, что написать диссертацию, тут он прям садится, и сразу же у него текст набивается, и литература моментально находится, и публикации моментально делаются, и так далее. И вдруг он садится, и это не происходит. Поэтому вот этот идеал, его желательно как-то подубрать, да, из головы. Замечательная фраза есть, чем меньше ожиданий, тем меньше разочарований. Не старайтесь себе заранее придумать, как оно должно быть. И вот те же самые встречи с официальными оппонентами, или с ведущей организацией, или с другими экспертами, с членами диссертационного совета. Почему иногда происходит болезненно? Потому что человек себе представил, что это будет вот так, а он приходит, и это не так. Поэтому вот это очень мешающая штука. Денис Владимирович говорит, что у него всё наоборот, давай-давай, защищайся уже, и давно уже пора. Но это из этой же практически серии. Давно уже пора, отличник как себе в голове интерпретирует. Да, у меня ничего не получается, это плохо, потому что действительно я уже сто лет пишу, и всё ещё никак, ничего не сделал. Поэтому с синдромом отличника всегда мы как-то перебергиваем. Ещё один очень важный момент, это некое искажение, которое у нас возникает в голове по отношению к действительности. Вот, кстати, пример такого искажения сейчас благодаря вот этому комментарию Денису Владимировичу я привела. То есть вам вроде говорят поддерживающую фразу, а вы в этом видите, что у вас самое внимание не давай-давай, защищайся уже, а у вас внимание давно уже пора. Да, точно, я давно. То есть, понимаете, акценты мы расставляем на негативе. И, соответственно, когда мы начинаем с таким подходом продвигаться, то мы интерпретируем часто то, что с нами происходит, совершенно неправильно. Вам научный руководитель сказал какую-то фразу, что я думал, что вы быстрее или лучше напишите там этот параграф, например, или мне кажется, что у вас новизна поверхностная, или там её нужно углубить. И вы вообще-то поняли, вы там такого себе напридумывали, что он и вас не верит, и работу-то вам не защитить и так далее и тому подобное. Вот это тоже такая гиперболизация того, что вам было сказано, и её искажение, трансформация в другое совершенно, это тоже очень ограничивающая штука. Но ещё человек-отличник такой, который пытается всё делать очень хорошо. Я редко вижу таких людей очень радостными и довольными жизнью, наполненными энергией и так далее. Почему? Да потому что они завалены всё время работой, они позволяют на себя завалить эту работу, и к этой диссертации ещё что-то добавляется. И такие люди очень часто физически, они очень уставшие. И несмотря, например, на планирование правильно, несмотря на то, что материалы у них есть, и всё такое прочее, они просто не могут быстро писать диссертацию или там как-то проводить вот этот... Я вообще сравниваю диссертацию с творчеством, потому что ту же самую новизну, и у нас сначала представить иногда, прежде чем вы её получите. И у них вот этот процесс очень трудно идёт. Почему? Да потому что у них нет просто физических сил на это. Потому что интеллектуальная деятельность отнимает огромное количество энергии в организме. Наш мозг забирает дикое количество энергии. Поэтому, естественно, если вы знаете про себя, что это с вами случается, что эта тема для вас актуальна, то старайтесь поработать над этим. То есть старайтесь уменьшить вот эти физические явления. Как это сделать? Смотрите, я очень люблю, вообще занимаюсь изучением деятельности мозга, учусь на двух курсах и так далее. По этому поводу не просто читаю литературу какую-то. И мне очень нравятся прикладные аспекты этой темы. Не просто как он устроен и так далее, а как вообще его так использовать-то более правильно. Первое, чего вам нужно избегать, это многозадачность. Мозг наш немногозадачен. То есть несмотря на то, что нам кажется, ну вот, например, сейчас, да, вы меня там слушаете, может быть, кто-то параллельно делает какие-то дела, может быть, кто-то даже разговаривает по телефону или там занимается чем-то другим, и, казалось бы, вы вроде бы совмещаете несколько дел. Это так и есть. Но это вам кажется, что это легко. Ваш мозг находится сейчас там, он там весь загорелся, да, он там весь вспыхнул, потому что для него это невероятно сложная задача. И точно так же, как мы, например, с вами выполняем какую-то работу во время подготовки текста диссертации, допустим, у нас открыто много окон, и мы переходим между этими оконами, то в одном посмотрели, то в другом посмотрели, то мы ищем литературу, то мы ее читаем, то мы тут же пишем. Это для мозга невероятная нагрузка. Старайтесь, что называется, вот как на конвейере, да, там есть определенная специализация, одно за другим, одно за другим. Вот точно так же и вы. Работайте с литературой, работайте только с литературой, ничего не пишите в это время. Отключите все там свои соцсети, все телефоны, все. Если у вас есть возможность читать текст на листе, читайте на листе, чтобы на окошке вот на эти не отвлекаться, чтобы не перескакивать туда-сюда. Если вы чувствуете, что вы не можете долго сидеть и выполнять монотонную работу, чередуйте ее с физической активностью. Опять же, вот профессор, который занимается изучением мозга Джон Мигина, в своей книге пишет, что если бы ему, его попросили сконструировать класс для обучения или офис, в котором было бы это делать гармонично и правильно для мозговой деятельности, то он бы каждому рабочему столу поставил какой-то спортивный тренажер. Понятно, может быть, у вас нет тренажера. Это элементарно. Встаньте, попрыгайте, сделайте какие-то небольшие гимнастические упражнения, просто типа утренней гимнастики. Просто сделайте перерыв. Писали-писали текст, выйдите на улицу, полчасика прогуляйтесь. Это вообще прекрасно. Улица прекрасно снимает вот это напряжение. Организуйте правильно свет, организуйте правильно пространство. Тоже на курсе об этом говорим. И люди, которые это сделают, они потом пишут, что вау, классно, я прям это почувствовал. Поэтому не пренебрегайте этим. То есть от того, что вы стали писать диссертацию, вы не перестали быть физиологическим организмом, вы точно так же устаете еще больше. Вы точно так же нуждаетесь в правильном питании, в правильном подходе к своему здоровью, потому что уровень вот этого интеллектуального напряжения, он у вас повышается. Что делать? То есть вообще какие сценарии в этой ситуации могут быть? На самом деле их несколько. И, к сожалению, первые два, они не очень хорошие. Но они есть. То есть мы же про реальность, мы же не про сказку рассказываем, разговариваем, да? И первая ситуация, когда, может быть, кто-то из сегодняшних участников, послушает сегодня вебинар и скажет, ну, в принципе, я все это про себя знал, я понимаю, что я такой, но я ничего изменить не могу, потому что я привык, как так? Я вот там 40 лет такая была, как я сейчас изменюсь? И человек продолжает все делать так же, как было, и вот с этим багажом, с этим синдромом продвигается по своему пути подготовки и защиты диссертации. Так можно? Ну, конечно, можно. Естественно, есть такие люди, они идут и этот путь проходят. Единственное, если мы подвержены этому синдрому, то этот путь, он просто долгий, он очень, как бы такой напряженный, да? То есть он отнимает у вас больше, чем стоило бы. И поэтому это не лучший вариант. Понятно, что может быть и так, но если мы хотим себя сохранить, более плодотворно поработать над своей диссертацией, над своим исследованием, то желательно, конечно, стратегию поменять. Вторая стратегия, она у тех людей, которые сломались, которые в какой-то момент времени сказали, всё, я больше не хочу. Я не осуждаю этих людей нисколько, потому что я сама такая же была. Я когда начинала писать кандидатскую диссертацию, я там сначала болела почти год, потом я сдавала экзамены, потом я начала её писать. И когда я её писала, мне научный руководитель постоянно говорил, что это не то, это вообще ерунда, это непонятно что и так далее и тому подобное. И он просто на моём синдроме отличницы очень классно поиграл. И эта отличница решила, что как мне вообще пришло в голову, что я буду писать кандидатскую, надо просто уходить и заниматься своей жизнью просто. Нет смысла двигаться дальше, но человек регулярно говорит, что я к этому не способна вообще. И я просто отчислилась и перестала это делать. Поэтому я эту стратегию использовала. И стратегию, что я буду писать идеальную работу, я её писала, безусловно. То есть когда я это делала, у меня было ровно это. Слава Богу, что на моём пути оказались такие люди, которые немножко меня встряхнули, вернули вообще на землю и сказали, что выброси, вот выброси просто это всё из головы, быстро бери, делай. Ты знаешь, умеешь, сможешь и так далее. И я фактически 5 лет занималась вот этим всем, и потом буквально за год написала диссертацию. Поэтому если вы остановились или вы ещё не решили, надо вам это делать с вашим синдромом, сможете вы это сделать или нет, сможете. Обязательно нужно продолжать. Представьте, сколько вы уже сделали. Представьте, как это важно. Поэтому, да, это реальный сценарий, но он, конечно, не лучший. Он не лучший. Но из него можно выйти. То есть когда вы бросили, вы практически в любой момент можете начать. Я очень счастлива, что на курс приходят многие люди, которые в анкетах так и пишут. Я ещё не знаю, надо ли мне это. У меня там написано столько-то. И я вот сейчас думаю, стоит ли мне продолжать. Я счастлива, что они приходят, и я рада, что они продолжают потом. Потому что свою работу, конечно, нужно ценить. И третий вариант – это когда приходит осознание, что да, я с этим синдромом иду, но он мне так мешает, что неплохо было бы с ним проститься. И тогда человек осознанно принимает решение, что нужно с ним расставаться. Что тогда делать? Ну, первая – отрезвляющая вещь. Прям вот она такая отрезвляющая вообще. Когда мы сами, мы же детям иногда такое говорим, мы сами это прекрасно знаем, что если мы возьмём школьников, отличника и троечника, ну, это совершенно не означает, что во взрослой жизни отличник будет успешней. Вот абсолютно ровно так же и с научной работой. Вот тот, кто сидит и 10 лет пишет диссертацию, потому что он хочет написать идеальную диссертацию, не факт, что он вообще защитится. А тот, кто отнёсся к этому проще, рискнул, сказал бы, я попробую, наверное, у меня всё-таки получится. И это делал, да, то он как-то дошёл, он чему-то научился. И, соответственно, даже если вы это ощущаете, всё-таки старайтесь себя немножечко, что другие-то, которые не так идеально сделали работу, они же защитились. Про троечников всё на самом деле так. А потому что они адаптивны. А потому что, да, Наталья Михайловна, вы правы, потому что они же как бы предпочитают свободу, да, они оптимизацию предпочитают на каждом шагу. Если он понимает, что это можно сделать вот так, и это будет быстрее, и, в принципе, там с качеством сильно ничего не произойдёт, то он так и делает. Поэтому, да, разрешаем себе какое-то время, когда-то там что-то сделать, ну, хотя бы как хорошист, если вам сложно разрешить себе быть троечником. Итак, как менять ситуацию, как себе помочь, да, как, я уж не говорю, побороть этот синдром, но тем не менее, хотя бы вот его снизить, вот воздействие на ваш путь. Первый момент – это, конечно, разрешить себе ошибаться. Это показать себе, что ошибка – это вообще нормально. Почитайте биографии великих исследователей, великих учёных, которые не с первого раза чего-то достигли. Прочитайте вдохновляющие истории людей, которые достигли финансового или коммерческого успеха. То есть это не только в науке, что люди брались, и ничего не получалось, делали у них, там всё портилось, и они продолжали. То есть а чем мы отличаемся от этих людей? Мы точно такие же. Поэтому ошибаться нормально, каждая ошибка чем-то нас обогащает, какими-то новыми знаниями, пониманием и так далее. Второй момент важнейший, он здесь же лежит, потому что он связан с какими-то ошибками или с нашими недоработками. Смотрите, вот ещё такой момент, да. Вот вспомните ребёнка, который начинает ходить, допустим, да. И мы на него смотрим, «А, Ванечка пошёл, да какой же ты молодец!» Вот он упал, мы его подняли, да. И нас это умиляет. Или другой момент. Вспомните, вы, например, поехали куда-то там в какое-то путешествие в другую страну и начинаете говорить на ломаном языке. Ну, вот как-то так стесняюсь, но тем не менее говорить. Как это умиляет иностранцев, что вы на их языке пытаетесь им что-то сказать? Они начинают, ой, там, вам помогать, что-то объяснять, пытаться на пальцах или ещё как-то. То есть смотрите, когда мы в каких-то других моментах или в каком-то другом возрасте или какой-то другой человек ошибается, мы же ему помогаем, вот точно так же нужно начать помогать себе. Я ошибся, я себе помогаю. Второй момент. Раз мы знаем, что вот этот ваш путь состоит, по сути, из двух частей. Первый – сам с собой пишу, исследую и так далее. Второй – показываю всем свою работу и слушаю их мнение, я заранее должна понять, что критика будет, замечания будут. Это естественный процесс. Но это так же, как, я не знаю, вот зима. Вот она пришла и всё. Я, например, живу в холодном достаточно регионе. И вот я, например, не хочу, чтобы там было минус 40 градусов или минус 30 градусов, но она будет точно. Я просто знаю, это дело времени. Это будет через неделю или через месяц, но это будет. Поэтому я к этому готовлюсь. Точно так же и мы, мы к этой критике просто должны подготовиться. Тогда наше восприятие этой критики будет более мягким, правильным, конструктивным. Любой даже критик, если мы будем готовы, мы её воспримем иначе, как бы она нам ни была подана. Второй важный момент. Раз люди с синдромом отличника, они старательные, они стараются делать много, может быть, даже больше других, то нам обязательно, если кому-то можно не планировать, то вот таким людям нужно обязательно всё планировать. Тоже мы говорим о планировании, в том числе и на курсе, и на программе, везде, где там более плотно мы работаем с людьми. И многие говорят, ой, так зачем я буду на это тратить время? Друзья, это то, на что стоит потратить время, на чём не стоит его экономить, потому что это позволит вам сэкономить силы и сделать ваше продвижение более осознанным. Только наша задача планировать не просто время, я просижу два часа, завтра и прозанимаюсь, наша задача понять, что я в этот момент буду делать. Поэтому когда мы, и сколько мне на это время мне вообще понадобятся, может быть, я за два часа это не сделаю. Потому что если мы с вами запланируем неправильно, то есть больше, чем мы можем, и мы не сделаем, у нас будет опять очередное разочарование. Поэтому, например, когда мы домашнюю работу определяем, ну, условно говоря, то есть объём работы, которую человек будет делать за следующей нашей встречи, на консультации, я всё время говорю, давайте определим ваше домашнее задание с учётом вашей занятости на работе. Вы сможете такой объём сделать, или это будет нереально? И мы это учитываем всё в совокупности, потому что понятно, что жизнь продолжается, вас от работы от семьи никто не освободил. Ещё один важный момент. Мы очень часто склонны, особенно когда критика какая-то поступает, или замечание, или там ещё что-то, да, мы склонны немножко так вот на другого показывать, что вот это вот он нехороший человек, он нам нехорошие слова сказал, мне стало неприятно. На самом деле нужно понимать, что вообще всё в ваших руках. И из любой ситуации можно выйти, и даже из ситуации, когда вы всё бросили, и уже даже всем рассказали, например, об этом, что я там всё бросила, и больше писать ничего не буду. Ну и что? Можно принять ответственность за свою деятельность, можно даже пока не распространяться перед всеми, что вы начали продолжать эту работу, но её делать. Поэтому всё-таки на свою деятельность больше акцент, чем на то, что делают и как окружающие. Ещё один важный момент. Когда человек с синдромом отличника нахватал на себя очень много, он мало кому может сказать нет. Вот прям совсем нет, я не буду этого делать. Тогда есть маленькая хитрость. Раз уж вы нахватали на себя этой работы какой-то, то можно попросить помощи или поддержки у близких. Ну элементарно, какую-то работу за вас может делать ребёнок. Я не говорю по докторской или по кандидатской диссертации, хотя если ребёнок, например, подросток, он спокойно может заняться каким-то оформлением, он сделает это быстрее вас. Вы можете попросить о том, чтобы вам уделяли время, давали возможность поработать в тишине. Вы можете попросить о том, чтобы вас освободили от каких-то домашних дел. Вы можете перестать быть таким героем-героем, который всё-всё-всё делает, успевает и так далее. Попросить помощи и поддержки – это нормально. Если вы себя не защитили тем, что не отказались вовремя от какого-то объёма работы, хотя бы просите помощи. Даже на работе, элементарный пример, буквально недавно из консультации, встречаюсь с женщиной, она мне говорит о том, что вот опять вся кафедра, значит, я за всю кафедру буду делать эти рабочие программы дисциплин, потому что у нас скоро будет аккредитация, и никого не интересует вообще, что я пишу диссертацию, и с работы прихожу в 11 часов. Вопрос, кому этот подвиг нужен? Вам что, памятник перед работой поставят, что вы за всю кафедру делаете эти рабочие программы? Не поставят. Ну, даже если поставят, вам он нужен, что ли? То есть, да, чек нахватал. Начинаем обсуждать, как из этой ситуации можно выйти. Давайте, оформлять могут попросить и студентов. По каким-то давайте дисциплинам, но есть же ведь старшие преподаватели, те ребята, которые еще молодые, которые только пришли. Вы заодно их научите это делать, там объясните, а они потом вам помогут. Да, вы как-то, я не знаю, я не говорю, что им надо заплатить обязательно, там, ну, я не знаю, коробочку конфет, тортик, может быть, им купить. Ну, какую-то благодарность этим людям. Вы скажите, но вы освободите себе колоссальное количество времени. И мне очень было важно, когда мне писалось, женщина сказала, что я была удивлена, с какой радостью мы начали помогать. То есть, представляете, мы даже не попробовали попросить помощи, а уже думаем, что, ой, нет, ну что, они дураки, зачем они нам будут помогать. Они не потому, что они там не могут сказать вам, нет, может быть, они как-то к вам особенно относятся. И поэтому, конечно, просим помощи, это нормально. Наталья Михайловна, рабочие программы переделываем по три раза в год. Я, да, я в курсе. Я, слава богу, я не переделывала, потому что я не работаю в УЗИ, но я общаюсь, естественно, с УЗИ, работниками, самыми умными, оказывается, те, кто игнорирует эти начинания. И это тоже, друзья, и это тоже. Рассказываю вам, что называется, примерно, десерт. Вот, смотрите, наши дети, они нас все время тестируют, особенно маленькие дети. Вот с мамой пришел ребенок в магазин, да, и там, ааа, я хочу конфетку, мама раз ему купила. С папой пришел, опять то же самое. Он знает, что я сейчас попробую, то же прошло, да, и бах не проходит, ему не купили, или наоборот, неважно, может, мама не купила, папа купил. Но у ребенка возникает понимание, что ага, вот когда я пойду в магазин с этим, я, значит, буду это делать, а когда не с этим, я этого делать не буду. Вы считаете, что работодатель сильно отличается от ребенка в этом смысле? Нет. Например, у заведующего кафедра есть объем работы, этот объем работы нужно разделить. Я понимаю, что кто-то из вас присутствующих, может быть, завкафедрой, я тоже когда-то была завкафедрой, и я ровно так же себя потом поймала на мысль, что да, точно, так мы и делаем. Как делать завкафедрой? У него есть там определенное количество людей. Он нагружает их вот этой работой. По результату того, что он раздал эту работу, он увидит, вот этот вообще наплевал, ничего не сделал, и даже пальцем не пошевелил. Вот этот сделал, мы сделали не вовремя, сделал плохо, мы потом подрывались всей кафедрой, и в успешном порядке все справляли. А этому дали, и он как это с утра до ночи, с утра до ночи, он все сдал заранее, в общем, во всех суде. Ну как заведующий кафедрой будет думать, зачем я буду рисковать давать вот этому типа безответственному человеку? Не будет он ему давать? Зачем я буду давать этому, если он нас подвел, и мы потом там сражались с кафедрой для того, чтобы там пройти аккредитацию или лицензирование, или там еще что-то, какую-то проверку, например. А вот этот улечка, он прямо работник, так я на него и буду нагружать. Так вот точно такой же отбор, как у ребенка с конфетой, точно так же у работодателя, у завкафедры, с нами. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы это понять. И если уж вас нагрузили, правдами или неправдами вовлекайте в этот процесс всех остальных, для того, чтобы как-то немножко эту ситуацию нормализовать. Дальше поехали. Мы очень часто думаем, что выходной день это такой день, когда надо доделать всю работу, которую мы не доделали за неделю. Кто так думает? Поставьте, пожалуйста, какой-нибудь смайлик или плюсик, а то вдруг я вообще одна такая думаю, что так это происходит. То есть, на самом деле, мы очень часто, мы как бы, типа, выходных-то ждем, да, но мы в это время, в эти дни заваливаем себя работой настолько, что нам продохнуть некогда. Более того, мы заваливаем себя работой и по дому, и по работе, и с детьми нам надо, и туда нам надо, еще желательно бы там с друзьями, или там с родителями, еще, да, и получается просто не выходной, а уже к концу выходного человек молится, чтобы ему пойти на работу. Вот я вижу, что не я, она натыкает, это меня радует, точнее говоря, успокаивает, радоваться нечему, не выходной, это выходной, иногда цепной. Но, Денис Владимирович, вот я нисколько не удивлена, потому что вы мужчина, с женщином вот такой отцепной себе сложно порой устроить, стараясь не поддаваться на эту собственную провокацию. А Наталья Михайловна стойка, мы не стойки, мы будем учиться стойкими. Вот, например, у нас сейчас на программе будут каникулы новогодние, у меня там 12 человек участников, и соответственно мы все будем типа отдыхать. Так люди домашнее задание получили как минимум 3 дня отдохнуть, потому что это очень, очень важно. Поэтому, когда вы в своих планах будете составлять вот это планирование, уделяйте внимание тому, чтобы выделить время на отдых. Иначе я тоже привожу не саживаю. Отлично. Иначе будет очень трудно продвигаться. Еще один очень важный подход, я о нем тоже всегда с большим удовольствием рассказываю, и чаще всего рассказываю это тогда, когда у меня спрашивают не как справиться с комплексом или с этим синдромом отличника, а надо ли мне писать диссертацию. А вот смысл, а вот зачем мне писать диссертацию? Я все время говорю, да вы не рассматривайте диссертацию как некий продукт научный, который вы должны получить в итоге. Рассматривайте ее как тренинг по саморазвитию. Это у вас точно никто не отнимет, этот результат у вас точно будет. Когда вы напишите диссертацию, вы себя не узнаете, особенно, когда вы напишите докторскую диссертацию, вы себя не узнаете вдвойне, потому что вы научитесь огромному количеству новых для себя или откроете в себе какие-то новые качества, которые вы раньше просто в таком объеме задействовали. Кроме того, диссертацию очень правильно воспринимать как некий тренировочный процесс. Если я чего-то боюсь, я не умею, не знаю, у меня не получается, начинаем тихонечко делать. Начали делать упражнения на пресс в зале, видим, что мы три раза сделали и выдохли. Но это же не значит, что мы в следующий раз их делать не будем. Мы в следующий раз будем делать не три, а четыре, так и здесь. А вы сели писать текст, у вас пока не пишется, продвигаемся искусственно, как я учу. В следующий раз вы сядете, у вас уже без искусственного продвижения что-то получится. Точно так же первую статью будете писать долго, следующую короче, быстрее, лучше, качественнее и так далее. Или искать источники будете. Приходит навык. Поэтому здесь более многогранно посмотрите на свою деятельность и начинайте просто воспринимать это как тренинг. Ну и что называется, не могу я вас не повеселить, да, картинка мне невероятно понравилась, не могла я ее не ставить. На самом деле понятно, что не бывает людей, которые всегда все делают безошибочно, все у них всегда с первого раза получается и так далее. И даже если мы в чем-то ошибаемся или где-то мы слабы, но не умеете вы посчитать, использовать статистические методы. Я вспоминаю себя, когда я учила английский для того, чтобы сдать кандидатский экзамен. и некоторые преподаватели рассуждали, которые на курсах работали, рассуждали примерно так, что если ты английский не знаешь, ну ты просто какой-то вообще, ну уж не хочу сказать прям дурак, но где-то близко к этому, ну как ты английский не знаешь, ну вот как ты собрался писать, работаешь, ты не знаешь английский. И это такой был какой-то, не знаю, ущемляющий вот это вот ощущение, ущемляющий факт. И когда я пришла на, прямо перед самым экзаменом освежить, значит, материалы, записалась на полугодовые курсы там же, где я сдавала, и там был потрясающий преподаватель, которая говорила, так это же просто ступенька, это просто ступенька к вашему там научному творчеству для того, чтобы расширить ваши научные возможности, чтобы вы могли читать иностранные источники и так далее. То есть вы посмотрите на эту ситуацию, которая вам мешает, как-то с другой стороны немножечко акцент смените и становятся совершенно иначе воспринимать. Это не ошибки, это потенциал для роста, это не ошибки, это ваши особенности и так далее. Да, то есть вот, ну да, немножко себя не обманываем, но как-то переводим свое внимание. но и еще, что очень важно, тоже такая отрезвляющая вещь, когда ты понимаешь, что вот те люди, которые вокруг, то им важны ровно 3 минуты, потом им важна своя жизнь, да, они тебя не забывают, они там, может быть, продолжают, но важность наших каких-то достижений или еще что-то, она очень невелика, очень невелика, и она очень краткосрочна, поэтому лучше помнить о другом, что когда вы пишете диссертацию, вы продолжаете жить свою жизнь, и поэтому старайтесь не наваливать на себя, не отягощать себя этими мыслями, задачами, и вообще не усложнять себе этот процесс, а упрощать его, делать более радостным, более каким-то мотивирующим, более привлекательным, и возможно, когда вы там приходите на вебинар, или может быть, на курс ко мне, некоторые мне прям пишут о том, что как вы там легко об этом рассказываете, и вот как-то мы прям вышли, и нам перестало быть так страшно там с вебинара или с курса, оказывается, не так все вот прям вот как это не глубо, оказывается, это можно поднять и сделать, вот это очень важно, в себе вот это ощущение, а более того, я все время настаиваю и хочу привлечь ваше внимание к тому, что это не просто возможно, это возможно сделать с удовольствием, то есть, когда вы будете вспоминать об этом и вообще находясь в этом состоянии, вам будет это нравиться, и радовать, и вот я не знаю. Виктория Александровна, большое спасибо, что получается, я тихонечко с вами в вашей голове нахожусь, да? Ну что, несмотря на то, что уже скоро праздники, и казалось бы, Анталия Модестовна, какая может быть домашняя работа, но я же чинка, поэтому, может, извините, дам я вам маленькую домашнюю работу. Во-первых, все-таки, я сегодня очень мало обращалась к чату по очень простой причине, что тема такая, ну, не очень простая, не хочется во многом сознаваться, что я такой, что у меня такие проблемы или еще что-то, и поэтому я не хотела вас смущать какими-то вопросами, но вы для себя это сделайте, определите то, что именно вас тормозит, то, что вам мешает, какие особенности этого синдрома выражены у вас наиболее сильно, наиболее четко, и для себя определите, как вы будете менять ситуацию, либо научитесь говорить нет, либо будете просить помощи, либо, да, у нас несколько прям было предложений, и вот попробуйте для себя определить, и самое главное, это не просто определить, это делать, и когда люди, что я рассказываю людям, они говорят, так я это знаю, я ничего нового не услышала, я все время задаю один и тот же вопрос, а вы это делаете, и в 99% случаев я получаю ответ нет, то есть от того, что мы знаем и не делаем, это нам не помогает, само по себе знание нам не помогает, нам помогают только действия, поэтому делайте, разрешите себе ошибаться, отпустите себя, позвольте себе отдохнуть, позвольте себе когда-то схалявить, ничего страшного в этом не будет, потом доделайте, любой черновик доделывается, да, и любая работа может быть улучшена, если вам вдруг покажется, что это нужно сделать, поэтому вот такое задание, пожалуйста, для себя проделайте, ну и конечно, я не могу не поздравить вас в конце нашей встречи с наступающим Новым Годом, очень красивый год, 2020, так интересно, посмотрим, какой он будет по наполнению, я конечно, желаю вам всяческих успехов, чтобы он был приятным, чтобы он был радостным, чтобы он позволил вам достичь ваших целей, если у вас уже на выходе работа, чтобы у вас обязательно все получилось, чтобы вы защитились в 2020 году, если вы только начинаете, или у вас еще нет готовности к 2020 году, настраивайтесь сразу на 2021 год, за год можно все сделать, и уже сразу, сразу защищаться, поэтому всего, всего, самое главное, не забывайте о том, что кроме диспансации есть жизнь, есть семьи, есть наши дети, друзья, родители, поэтому пусть ваша жизнь будет многогранная, и пусть вам все-все-все удается, я очень рада, что вы приходите на наши вебинары, что вам интересна эта тема, что вы работаете над диссертациями в такое сложное время, когда постоянно происходят какие-то изменения, непонятно, зачем и что, и так далее, поэтому вы большие умнички, вам всего-всего замечательного, и, конечно, я приглашаю на наш следующий вебинар, который состоится уже в январе, и, что называется, забегая вперед, в 2020 году будет опять наш курс, если вы в чем-то сомневаетесь, приходите на курс «Технология подготовки успешной диссертации», чтобы все свои вопросы, найти на все свои вопросы ответы, двигаться спокойно, уверенно, без всяких сомнений, независимо от окружающих. Я с вами прощаюсь, огромное спасибо за поздравления, которые посыпались в чате. Ценность этой рекомендации. Да, да, пожалуйста, друзья, хорошего дня, хорошего наступающего года, отлично попразднули. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!